Артем горнорабочий очистного забоя. На шахте всего полгода. В больницу попал с отравлением рудничным газом, сотрясением мозга, ссадинами. Говорит, о происшествии почти ничего не помнит. Мы были на рабочем месте. Произошел взрыв или выброс, не знаю. Откинул на несколько метров. Открываю глаза. Один пыль, дым. Ничего не видно. Друга нашел. Он тоже нормальный. Взял его под руку и пошли выходить. Вы с вами там? Вышли, нас там уже встретили. Валентина – мама одного из раненых. Ее 33-летний сын не вернулся с третьей смены. Говорит, об аварии на шахте родственникам не сообщали. Меньший, как говорится, сын. Его привозил сюда в больницу. Это все. Не просто пощадили мои чувства. Ну, 5 часов утра я все узнала. Это очень тяжелых мальчиков. Пока таких диагнозов ничего не говорят. Кровь берут на анализ. А что дальше? Всего в Макеевскую больницу поступило пятеро пациентов. Состояние больных – средней степени тяжести. Шахтерам оказали всю необходимую помощь. Затем отвезли в областную клинику правозаболеваний, говорит Татьяна Хижняк. Состояние их ближе к удовлетворительному. Им всем оказана неотложная медицинская помощь. Проведен курс гипербарической оксигенации в связи с диагнозом отравления рудничным газом. У одного больного перелом плечевой кости и множественные ушибы правой половины тела, грудной клетки. У второго больного тоже множественные ушибы и ушиб легких. Трое горняков шахты получили ожоги. Они находятся в институте восстановительной хирургии в Донецке. Игорь Меникеев был в пяти метрах от эпицентра взрыва. Мужчина измерял концентрацию газа в лаве. Вспоминает, за секунду до выброса уровень метана был в норме. На доске не успел дойти, записать результат. Когда Юра начал говорить, ты живой? Я говорю, я живой. Каска слетела, а дышать. Ну, нечем. По его бокам. Все. Тогда мы... Я думал, мы задохнемся. Я говорю, где спасать? Тогда головой у меня был. Висел на крючке. Александр Князев на шахте Северная проработал четыре года. На его памяти это первое подобное происшествие. Мужчина отравился газом, болит голова и трудно дышать. Хлопок, пыль поднялась. Никто ничего не понял. Ну, что, присели. Пока мисс разобрали, где спасатели. Ну, пыль, газ. Наш уши заложило. Нас не откинуло. У нас как, ну, слегонца так, что, ну, нормально, короче. Ковыкнуло, что на этот, ну, присели. Пострадавших от взрыва на Макиевской шахте проведал вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко. Побывал в ожоговом центре, побеседовал с горняками. Больным пожелал скорейшего выздоровления. Как рассказали медики, сегодня жизнью этих людей ничего не угрожает. У всех состояние средней тяжести. Она обусловлена в какой-то степени отравлением продуктами горения, легкими ожогами дыхательных путей. И у двоих ожоги второй, третьей степени лица и кистей. На площади примерно 12% поверхности тела. У нас есть все необходимое для лечения этих пациентов. Все лекарства. Мы уже выполнили операции двум пациентам. Будут применены биотехнологии. Мы уже взяли у них участки кожи, чтобы вырастить фибробласты. И потом при необходимости закрывать обожженные поверхности. Возможно, до этого и не дойдет. Еще один пострадавший шахтер самостоятельно обратился к медикам. Его госпитализировали в областную больницу профзаболеваний.